Моральная устойчивость, 100% здоровье и отличная физическая подготовка. Этими качествами обладают сотрудники охраны уголовно-исполнительной системы. На этих людях лежит огромный груз ответственности. Обеспечить полную изоляцию заключенных от внешнего мира – задача не из простых. С ней на отлично справляются сотрудники исправительной колонии номер 4. Это тот рубеж, который позволяет оградить общество от неправопослушных граждан. Но главной задачей сотрудников отдела охраны системы по-прежнему остается – это надежная изоляция обсужденных в местах лишения свободы. Отдел охраны – самое большое подразделение учреждения. Личный состав насчитывает более 80 человек. На контрольно-пропускном пункте все строго и в рамках устава. Пронести запрещенные предметы на территорию колонии здесь не позволят бдительные сотрудники и новейшее оборудование. Металлодетектор, камеры и система контроля управления доступом. В соответствии с комплексным планом развития УСИН России и Пулянской области на 2016-2016 года, с начала 2016 года уже полностью обновлена система охраны. Проведена модернизация охранно-пропускного режима. Установлено оборудование по идентификации личности, которое гарантирует предотвращение попыток побега осужденных через контрольный пункт путем подмены. Все же основная работа лежит на крепких мужских плечах. Именно они стоят на охране важнейших объектов. Случайных людей здесь нет. Все прошли серьезную подготовку. Руководство, в свою очередь, старается обеспечить достойные условия труда. В распоряжении караульных комната отдыха, кухня и ванна. Быть под прицелами камеры, следить за порядком – работа тяжелая и нервная. Поэтому для сотрудников предусмотрена ежедневная работа с психологом. Основная задача занятий – развить стрессоустойчивость сотрудников. Сам психолог учреждения проводит очень много занятий по развитию самообладания, по развитию различных способов поведения в конфликтных ситуациях. И вот в данном помещении здесь психолог проводит, конечно, индивидуальную работу непосредственно с сотрудниками караула, когда они приходят со смены или когда они ожидают заступления на службу. Строгий контроль не только там, где можно пройти, но и где можно проехать. Прибывающий транспорт досматривается с особой тщательностью. В этом охране помогают четвероногие сотрудники кинологической службы. Всего в колонии 18 собак. В основном немецкие овчарки. Есть и кавказские овчарки, есть среднеазиатские овчарки. И даже одна из паниель, самая маленькая, это по поиску наркотических веществ. Распорядок дня, как обычно, с 8 часов. Если они заступают на сутки, то после суток, когда сменяется, у них выходной день. Они покушали, отдыхают, бегают, занимаются. Они умеют не только обезвредить преступника, но и найти наркотики. Ведь, несмотря на совершенствование технических систем, собаки остаются эффективным средством по охране и задержанию. Служба охраны четвертой колонии считается образцовой. Несмотря на загруженный график, сотрудники не забрасывают учебу и постоянно повышают свою квалификацию. А подтверждение этому – десятки кубков и грамот победителей всероссийских конкурсов и состязаний. Дарья Сударева, Даниил Сурков. Новости Ульянской правды.